В общей теории относительности мы предполагаем, что пространство-время, в котором мы находимся и живем, представляет собой многообразие. Сегодня я буду считать, что наше пространство-время топологически тривиальное. То есть это просто четырехмерное эвклиндовое пространство топологически с декартовой системой координат xα. α пробегает значение 0, 1, 2, 3. В общей теории относительности мы предполагаем, что в пространстве времени задана метрика, которая обозначается gαβ. Эта метрика является функцией от x и имеет сигнатуру плюс-минус-минус-минус, то есть Лоренцеву сигнатуру. Кроме того, мы предположим, что в пространстве-времени движется точечная частица массой m. m. Траектория, не траектория, а мировая линия частицы будет обозначаться qα от τ. Тау – это произвольный параметр вдоль мировой линии. Действие для точечной частицы в общей теории относительности записывается в следующем виде. Первая часть – это элемент объема умножить на скалярную кривизну. Это стандартное действие Гильберта Эйнштейна. И вторая часть – это длина мировой линии частицы массой m. Это тоже стандартное действие для точечной частицы. Мы предполагаем, что мировая линия времени подобна, и, следовательно, подкоренное выражение положительно определено. Точка обозначает дифференцирование по параметру Тау. Если провалировать действие по метрике, то мы получим уравнение Эйнштейна. И если провалировать уравнение действия по координатам частицы, то получится уравнение диагнозических, которое выписано здесь. В правой части уравнения Эйнштейна стоит тензор энергии импульса материи. В данном случае это одна точечная частица. Явный вид тензора энергии импульса для точечной частицы приведен здесь. И здесь стоит дельта-функция трехмерная. Да, я забыл сказать. Я сказал вообще. Х0 – это считается временная координата. Здесь стоит трехмерная дельта-функция по пространственным координатам. Rαβ – это тензор ричи, гамма – символы Кристофера. Параметризация нормальная? Нет. Пока, так сказать, произвольная. А тогда почему гамма – символы Кристофера? А, извини. Здесь уже, да, канонический параметр. Да, извините. Когда я записал уравнение для точной частицы в таком виде, здесь мы предполагаем, что параметризация выбрана каноническая. Сферически симметричная метрика. Сферически симметричная метрика для уравнения Эйнштейна была получена Швардшильдом. Вскоре после создания общей теории относительности. И здесь она выписана в координатах Швардшильда. Ро – это имеет смысл на больших расстояниях, просто радиусы. Тетофи – это сферические углы. Полярный и азимутальный угол. И вот эта метрика сферически симметричная, она удовлетворяет уравнением Эйнштейна, тогда, когда в правой части стоит ноль. То есть это решение вакуума уравнений Эйнштейна. Ясно, что вне носителя дельта-функции решение вот этой системы уравнений должно совпадать с решением Швардшильда. Потому что в правой части вне носителя у нас кождественные ноль. Но давайте посмотрим на решение Швардшильда в координатах Швардшильда. То никаких особенностей нет. Если Ро равняется 2М, это значение Ро соответствует горизонту. Черные дыры, как говорят. Здесь метрика вырождается. Но если посчитать тензор кривизны, то в точке Ро равном 2М у тензора кривизны никаких особенностей нет. В физике говорят, что это устранимая или координатная особенность. И действительно, можно перейти к кунгин-координатам, например, Эдиктона-Финкенштейна или Русского-Ласкевича, где эта особенность попадает. При Ро равном 2М. Теперь рассмотрим область Ро меньше чем 2М. Тогда здесь коэффициент перед ДТ будет отрицателен, а здесь коэффициент перед ДРО будет положительным. То есть эта область называется областью под горизонтом или внутренним решением Швардшильда. Здесь Ро начинает играть роль временной координаты, а Т будет пространственная координата. Если посчитать тензор кривизны, то мы увидим, что тензор кривизны имеет неустранимую особенность в точке Ро равном нулю. То есть это действительно... Ну, не действительно, это особенность, которая не устраняется никаким преобразованием координат. И эта особенность соответствует черной Д-дрежиме. играет роль пространственной координаты, то особенность в точке Ро равном нулю будет пространственно подобна. Это очень важное замечание, поскольку во многих статьях и в монографиях часто пишут, что это и есть поле вокруг точной частицы, которая расположена где-то там вблизи Ро равном нулю. Но это не так. Если у нас есть точечная частица, то ее мировая линия времени подобна. И эта особенность в решении Швардшильда при Ро равном нулю никоим образом не может описывать точечную частицу реальному, которая у нас имеется. И возникает вопрос, где же находится дельта-функция? Поскольку особенность при Ро равном нулю не может соответствовать точечной частице. Это классическая задача. Я думаю, что она встала в общей теории относительности с тех времен, когда появилась дельта-функция Дерака. То есть ей уже 70 лет. К ней многократно обращались. Но, на мой взгляд, те решения, которые этой задачей были предложены, являются неудовлетворительными. Ну, по ряду причин. О них я рассказывать не буду. Я предлагаю новое решение этой задачи. Для того, чтобы решить систему уравнений, я здесь выписал снова действие для точечной частицы. Я буду использовать гаментонов формализм. Гаментонов формализм оказывается более гибким и адекватным. Для того, чтобы сформулировать теорию на гаментоновом языке, я использую так называемую ADN-параметризацию метрики. Это Arnavid-Diesel-Wizner. Вот это параметризация метрика. Здесь вместо компонент метрики, который имеет хотя бы один нулевой индекс, вводится 4 функции. Это функция хода, N, и 3 функции сдвига, N, μ. Обозначение следующее. Альфа пробегает значение 0, все 4 значения, 0, 1, 2, 3. А если греческие буквы взяты из середины алфавита, μ, μ, ρ и так далее, то они пробегают только пространственные значения индексов. 1, 2, 3. Подъем индексов пространственных осуществляется с помощью обратной пространственной метрики, что функция хода и функции сдвига, N и N, μ, при экономической формулировке выступают в качестве лагранжевых множителей. Я, во-первых, выбираю временную калибровку. То есть я считаю, что параметр, это уже не будет канонический параметр, это будет параметр Тао, который совпадает с Q0, X0, ну и это просто время. Взгляд является основным в данной системе уравнений. Вот я его снова переписал. Здесь элемент объема умножается на скалярную кривизну, и он пропорционален в этой функции. Коэффициент пропорциональности это просто масса с точностью до множителя 16 пи. Очень красивое уравнение. Оно чисто геометрическое. И оно ковариантное. Дело в том, что мы знаем, что дельта функции при преобразовании координат умножаются на их кабиан при преобразовании координат. Следовательно, это не функция, а скалярная плотность. Именно по этой причине здесь стоит множитель элементов объема. Это для ковариантности. То есть это простейшее, на мой взгляд, уравнение, которое можно сформулировать второго порядка для метрики с дельта функцией. Если бы размерность пространства была не 3, а 2, то это было бы просто... Потом я скажу. Если бы размерность пространства равнялась 2, то у нас было бы уравнение лапласиан f равняется дельта функции. То есть это обычное уравнение лапласа с дельта функцией в правой части на плоскости. Но если размерность равна 3, то это уравнение является нелинейным. Мы будем искать сферически-симметричное решение вот этого уравнения. Сделаем следующую подстановку. Предположим, что трехмерная пространственная метрика является конформно плоской. То есть минус f в квадрате на обычную эвклидовую метрику дельта мини, где в правой части стоит дельта функция. Здесь обычный лапласиан и здесь нелинейное слагаемое. Квадрат градиента функции f делить на 2f. поскольку у нас в правой части стоит дельта функция, то решение надо понимать в обобщенном смысле после интегрированности с клубными функциями. В качестве пространства клубных функций мы рассмотрим обычное пространство функций, гладких функций. Левая часть будет определена. Гладкие функции мы можем хорошо умножать и никаких проблем не возникает. Я не могу описать то подпространство в d' для которого левая часть будет определена. Это мне сделать не удалось. И поэтому я поступлю проще. Я предъявлю явное решение f и просто проверю для него что вот для данного конкретного решения левая часть является определенной. Функция f удовлетворяет уравнению решение которого понимается в обобщенном смысле после интегрирования скромной функции. Ну эта функция f принадлежит d' она является локально интегрируемым то есть она принадлежит d' трехмерная метрика имеет тот вид который мы получили в результате решения основного уравнения. Тогда функция хода которая приведена здесь удовлетворяет уравнению это второе уравнение из всей нашей полной системы уравнений. Это уравнение просто проверяется мы берем функцию n функцию g подставляем здесь никаких квадратов дельта функции не возникает здесь возникает слагаемый типа положительная степень радиуса умножить на дельта функцию что является нулем то есть это уравнение просто проверяется ну вот посмотрим на эту функцию хода она положительна если радиус меняется от m пополам до бесконечности она является локально интегрируемой то есть принадлежит пространству d' обращается в 0 при r равном m пополам и отрицательно внутри этой сферы имеет конечный предел в начале координат то есть n от 0 не имеет особенности в начале координат ну поэтому на самом деле это уравнение оказывается гораздо проще чем предыдущие то есть мы уже решили два уравнения из трех остается третье уравнение для геодезической линии оно выписано вот здесь если подставить ту метрику которая была получена в предыдущих двух утверждениях то мы получим что уравнение геодезической будет выглядеть как производная по радиусу от функции хода мы ее посчитаем и мы видим что уравнение для геодезических не выполняется и здесь мы привлекаем физическое предположение мы считаем что это уравнение надо понимать после усреднения по сфере которое окружает точечную частицу поскольку функция n сферически симметрично то усреднение по сфере даст 0 здесь ситуация точно такая же как и в механике ньютона вот рассмотрим второй запол ньютона и посмотрим частица m с массой m маленькая на ускорение равняется f сирия посмотрим как она движется в собственном гравитационном поле гравитационное поле точечной частицы это ньютонов потенциал единица на r если взять производную будет x-mü делить на r в кубе и если посмотреть как сила компоненты силы ведут себя при радиусе стремящемся к нулю то естественно правая часть является неопределенной то есть второе уравнение ньютона оно не выполняется для точечной частицы которая двигается под действием собственного гравитационного поля но поскольку гравитационные силы собственно являются сферически симметричными мы считаем что вот эта сила после усреднения по сфере даст ноль это физическое предположение вот но другого выхода я пока не вижу то есть уравнение для геодезических для геодезической нашей точечной частицы удовлетворяется только после усреднения по сфере решением швардшильда я снова выписал решение швардшильда в координатах швардшильда это решение после продолжения вдоль геодезических описывает черную и белую дыру как было так и есть но оно не описывает точечную частицу то что мы получили мы получили вот такую метрику и эта метрика хорошо известна она известна наверное лет 50 как минимум я не знаю кто ее первой написал она называется метрика швардшильда в изотопных координатах изотопных изотопных потому что трехмерная часть метрики является конформно эвклидовой вот эта метрика она локально изометрична метрики швардшильда координатах швардшильда и именно она описывает гравитационное поле точечной частицы она не описывает черную и белую дыру здесь нет особенности при r равном нулю ну я имею ввиду здесь формально есть особенность но в тензоре кривизны никакой особенности нет в тензоре кривизны является гладкой функцией при r равном нулю там никакой особенности нет вот хотя локально эти метрики являются изометричными глобально они устроены совершенно по-разному здесь вот написано преобразование координат координата радиальная швардшильда связана с этим радиусом следующим преобразованием и вот график этой функции мы видим что вот это наш радиус r а здесь радиус радиальная координата швардшильда у нас два внешних решения швардшильда склеены вдоль сферы радиуса m делить пополам этот радиус соответствует горизонту швардшильда то есть метрика швардшильда в изотопных координатах склеивает гладко склеивает причем при r равном m пополам метрика является гладкой здесь ничего нет невырожденного про это я скажу кое-что вырождено конечно при всех значениях радиуса ну и при обычных значениях понятного и азементального угла то есть пространство время является топологически тривиальным многообразием это просто r4 за исключением мировой линии частицы которая расположена в начале координат если r стремится к бесконечности то метрика стремится к метрике Минковского ну тоже очевидно определитель данной метрики имеет следующий вид и эта метрика вырождена при r равном m пополам это критическая сфера я ее буду обозначать r со звездочкой радиус этой сферы критический будет r со звездочкой этот критический радиус соответствует радиусу Швардшильда или горизонта асимптотика на больших расстояниях имеет следующий вид g0,0 это единица минус 2 а3 делить на r она точно такая же как и у решения Швардшильда и поэтому никаких проблем с законом Ньютона на больших расстояниях не возникает дальше мы анализируем геодезические вот уравнение системы уравнений геодезических в данной метрике так я это пропущу они интегрируются потому что есть три независимых вектора интеграла системы уравнений я это пропущу вот запомню Ньютона все в порядке вот здесь я посмотрю хочу обратить внимание на следующем факт если рассмотреть временеподобные радиальные геодезические свето подобные свето подобные свето подобные радиальные геодезические то они легко интегрируются и вот общее решение для радиуса вот и уравнение для r с двумя точками имеет следующий вид вот здесь я хочу обратить внимание здесь новый физический эффект если у нас радиус больше чем критический радиус r с звездой то ускорение направлено к нашей точечной частице оно отрицательное но если мы находимся внутри сферы вот здесь r меняется от 0 до r критического значения то ускорение становится положительным потому что здесь третья степень стоит отрицательное число в кубе будет отрицательным то есть под критической сферой у нас притяжение сменяется на отталкивание для того чтобы проанализировать поведение наших пробных частиц которые двигаются в более большой точечной частице надо исследовать биодезические и это удобнее сделать в других координатах а именно в координатах Эйнштейна-Розина мы вместо шварчильдовской радиальной координаты вводим новую координату пространственно подобную у которая определена вне решения шварчильда при ро больше чем вне радиуса шварчильда при ро больше чем 2м и если записать метрику шварчильда в терминах у то мы получим вот эту знаменитую метрику которая называется метрикой Эйнштейна-Розина эта метрика является более симметричной здесь два экземпляра внешнего решения шварчильда отображаются на две полуплоскости правую полуплоскость где у больше нуля и левую полуплоскость где у меньше нуля а тот критический радиус который у нас был р равным м пополам он соответствует точке у делить у равном нулю ну вот здесь я явно привел преобразование координаты r в u то есть внешность критической сферы отображается на правую полуплоскость а внутренность на левую и решение шварчильда в изотопных координатах оно глобально изометрично метрике Эйнштейна-Розина она описывает вонхоу это простейший вонхоу то есть мы считаем что у нас есть две вселенных одна вселенная это у больше нуля и вторая вселенная при у меньше нуля и они соединены между собой горловиной которая расположена при у равном нулю то есть это метрика простейшего вонхоу и именно эта метрика глобально изометрична метрики шварчильда в изотопных координатах то есть радиоцимулунном поле точечной частицы вот но она более симметрична у нас есть симметрия у в минусу и такая же как и была на критической сфере метрика является вырожденной вот вырождение за счет того что G0 0 обращается в ноль метрика вырождена для того чтобы проанализировать эту особенность мы рассмотрим движение пробных частиц в метрике Эйнштейна Розина топологически пространство в этом случае это плоскость R2 умножить на сферу и она как мы увидим является геодезически неполной при у равном нулю это серьезная проблема пробная частица с массой M маленькая описывается тем же действием Qα это мировая линия уже пробной частицы не той частицы которая создает гравитационное поле это мировая линия пробной частицы Тау произвольный параметр вдоль мировой линии Q это A очень важный момент это действие оно инвариантно относительно произвольной перепараметризации кривой мировой линии частицы это значит что из четырех компонент Qα от Тау здесь у нас четыре функции у нас есть три физические компоненты в качестве физических я выбираю пространственные компоненты Q и одна не физическая здесь есть калибровочная инвариантность относительно перепараметризации эта калибровочная инвариантность содержит одну произвольную функцию и с помощью этой произвольной функции можно произвольно выбрать Q0 от Тау и для нее никакой задачи Каши ставить не надо при нахождении мировой линии частицы а физические степени свободы физики понимают это те переменные для которых можно на некоторой поверхности Каши задать поставить задачу Каши не физическая это та переменная которая убивается калибровочной инвариантностью из действия и для того чтобы оправдать нашу метрику мы ослабим требования геодезической полноты в общей теории относительности мы требуем это постулат чтобы пространство времени было геодезически полным мы не можем потребовать это если мы потребуем от нашего решения геодезическую полноту мы придем к белой и черной дыре поэтому здесь делается новое предположение насколько я понимаю оно новое раньше я его не встречал а именно вместо геодезической полноты мы требуем полноты мировых линий пробных частиц только для физических степеней свободы и временеподобная и нулевая геодезически светоподобная все они уходят на бесконечность и слева и справа и часть из них уходит в минус бесконечность часть вправ в плюс бесконечность кроме того есть геодезические которые стартуют из минус бесконечности и уходят в плюс если посмотреть как ведет себя канонический параметр то мы увидим что канонический параметр вблизи у равным нулю является конечным это значит что временеподобное геодезическое уходят на бесконечность наблюдаем т стремится к бесконечности но собственное время остается конечным Это и есть геодезическая неполнота нашего многообразия. А теперь давайте посмотрим, что будет для физических степеней свобода. И для статических метрик энергия сохраняется. Для простоты радиальную координату U1, обозначим просто Q, соответствует движение. Вот до этого момента мы в пометионном формализме калибровку не фиксируем. Сейчас мы зафиксируем калибровку. Калибровка вот такая, Q0 с точки на N равняется 1. И уравнение принимает простой вид. Вблизи U равном 0 уравнение принимает совсем простой вид. Кусточки равняются плюс-минус константы. То есть координата это плюс-минус пропорционально параметру дон-приор. В данном случае это уже не канонический параметр. Его можно явно найти связь между каноническим и Тао. Я не привел в это просто. То есть мы видим, что для физической траектории никакой особенности V равна 0 нет. То есть физические компоненты траектории свободно проходят туда-сюда. И вот график решений вот этого уравнения, который численно построит. Здесь координата Q зависит от параметра вдоль Тао. У нас есть осцелирующие траектории. И есть траектории слева направо, которые проходят сквозь нашу особенность. То есть для физических сквозь свободы никакой особенности нет. Мы можем слева направо гулять, как мы хотим. То есть что получается? Здесь уже Т как функция от У. Это от параметра вдоль кривой, а это форма геодезических. Получается, что мы сшиваем геодезические отсюда и отсюда через бесконечно удаленную точку. А физические компоненты нашей мировой линии, они являются гладкими функциями. И вся особенность на самом деле у нас вот здесь заключена. N функция кода обращается в 0 при У равном 0. Это значит, что Ку 0 с точкой обращается в бесконечность. Здесь неопределенность. То есть мы загнали нашу особенность в нефизическую степень свободы. И говорим, что поскольку эта степень свободы является нефизическая, ну и ничего страшного. Какая физическая интерпретация такого отождествления? Не знаю, но непонятно. То есть на самом деле одна частица, она прошла сюда и вернулась сюда по параметру Тау. А внешний наблюдатель сразу видит ее и справа, и слева. Причем слева у нее другой заряд. Допустим, вот эти геодезические, они отождествляются. То есть из минус бесконечности в плюс бесконечность. Здесь идет обратно в минус бесконечность. Это вот эти как раз периодические траектурии. То есть частицы вроде как движутся по параметру Тау. То есть осцелируют. А внешний наблюдатель видит, что в момент наблюдаемого времени Т равно минус бесконечности у нас родилась пара, частица справа и античастица слева. И когда время наблюдаемое стремится к плюс бесконечности, эти частицы амигелируют. Ну, не знаю, правда это или нет. Траектория пробных частиц является гладкими и полными в физическом секторе. То есть для физических компонент у нас никаких проблем нет. Мост Эйнштейна-Розина на самом деле это отдельная проблема, которая тоже стояла в общей теории относительности очень много, долго. Метрика Эйнштейна-Розина была написана где-то в 30-е годы. Она описывает черную дыру. И одно из распространенных мнений заключается в том, что в горловине моста Эйнштейна-Розина есть материя с необычными свойствами. В рассматриваемом подходе никаких ион является непроходимым. Мост Эйнштейна-Розина. Так вот, я показал, что для физических компонент, если ослабить требования геодезической полноты, то мост Эйнштейна-Розина никакой материи в горловине нет. И он проходится в обоих направлениях. Теперь, то есть ответ. Вот была проблема. Какое гравитационное поле вокруг точной частицы? Вот оно. Эта метрика описывает гравитационное поле вокруг точной частицы. Она определена в топологически тривиальном многообразии, за исключением мировой линии точной частицы. Вот эта буковка М большая. Для решения Швардшильда там тоже была буковка М. Но в решении Швардшильда, в координатах Швардшильда, эта буковка М является интегралом движения. В данном случае вот эта буковка М входит в исходное действие. То есть это не интеграл движения, это просто постоянное в исходном действии. Теперь, пространство является топологически тривиальным. Непонятно, что вы хотите сказать, что константа, она не константа. А? Вы хотите сказать, что константа, она не константа. Нет. Константа, да. Она константа. Хорошо? Нет. Я сказал, что эта константа входит в исходное действие. То есть это константа? Ну я же сказал. Параметр задачки. Да. Ну я уже заканчиваю систему. Вот эта метрика является асимптотически плоской не только при R, стремящемся к бесконечности, но и при R, стремящемся к нулю. То есть когда мы приближаемся к точечной частице, пространство-время становится плоским. Ну это в каком-то смысле является асимптотической свободой. То есть чем ближе мы к частице, тем площа становится пространство. Раньше все считали, что это не так. Что наоборот, точная частица искривляет пространство. Ну искривляет, но не вблизи себя. Искривляет далеко. Но является геодезически полным, если R стремится к нулю и стремится к бесконечности. Это значит, что две точечные частицы никогда не смогут приблизиться близко друг к другу. Когда мы пересекаем критическую сферу, гравитация меняет свой характер. Притяжение сменяется на отталкивание. И отталкивание, оно возрастает по мере приближения к частице до такой степени, что мы никогда не сблизим две частицы. Ну а особенность на критической сфере, когда R равно M пополам, если понимать только в физическом секторе, то там никакой особенности нет. Все, спасибо.